Конечно, хочу вас поздравить и поблагодарить, потому что современные художники обделены вниманием. В Москве выставится очень трудно, почти все залы уничтожены. И кроме того, ваша выставка – это настоящее открытие. Но не стесняюсь, похвалю Владимира Мартиросова, потому что это очень хорошая, мощная традиция Александра Кольдера, американская традиция. Кроме того, это работа со звуком и вообще традиция старого искусства, очень старого искусства и очень молодого. Она давно существует в Европе, мне бы счастливилось быть во многих музеях. Там делают совместные выставки в одном помещении и актуальное искусство, и суперсовременное искусство. И Рембрандт висит, и Гаген висит вместе, и висит Рубенс. Ну, как в Копенгагене, это просто постоянная экспозиция такая. Поэтому я предлагаю вам сделать следующий шаг – не постесняться, не побояться, а попробовать представить современное искусство в старом интерьере. У нас есть в Москве такой опыт, это музей Каненков, который именно так делает выставки. Мой замечательный друг Александр Кедушев соседствовал с Каненком. И это очень-очень интересно, потому что искусство – это всегда конкуренция. Нет смерти для художника. Мы всегда конкурируем, всегда продаемся, всегда оценены и всегда покупаемы. Не так давно, буквально пару дней назад, я встретил работы Игоря Кислицына в коллекции Статина Копенкина, которая опекает ареставратор. О нем много книг издается, готовятся фильмы, будет большая выставка. И то, что хмелитах я могу встретить известных художников, лучших художников, это делает вам честь. Эту линию надо продлевать, этим надо гордиться. Как музейщик, который всю жизнь работал по Сергиеву тракту, это Абрамцева, это Муранова, это я создавал музей Александра Меня, и в пяти музеях Полшева работают. Музей Цвета, музей Дурыля и другие музеи, усадьба Костина. Хочу сказать, мы всегда работали с современным искусством. Первый был, конечно, Савва Иванович Мамонтов, который купил самую крупную и сохранившую усадьбу 18 века, и сам стал там творить, и это получилось рождение русского модерна, и поленов, и коровен, и сиропики, и так далее. Современное искусство всегда должно быть рядом со старым. Искусство никаких не признает вот этих делений по возрасту. Так бы я вам сказал. Более того, надо это активно приветствовать, и, конечно, надо приглашать местную публику. Потому что, по большому счету, вот эти все труды, они для того, чтобы люди, вот, изюм, вот, художные школы, правильно сказали, училищи, союз художников, приезжали, встречались и общались с хорошими, замечательными, передовыми, мощными, известными, покупаемыми современными московскими художниками. Еще раз хочу вас поблагодарить, в том числе, за то, что вы не отменили сегодняшний вернисаж. Искусство вообще никогда не знает каких-то запретов. Оно всегда существует на фоне трагедии, войны, геноцида, депрессии, деградации, разрушений и уничтожения. Я сам, как музейщик, могу сказать, что мы противостоим уничтожению, деградации и забвению. А современное искусство, которое показывается в музей, оно себе пробивает дорогу в музей. И таким образом вы музеифицируете современного художника. Большое вам за это спасибо. Я вам, что работаю на станцию в музее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ